Окружить заботой родных и близких военнослужащих, а также поддержать солдат, вернувшихся из зоны боевых действий, сейчас основные задачи Анны Морозовой. Социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» уверена помогать людям ее призвания. Я человек, который хотел помогать всегда, но не могла найти в какой стезе себя выяснить. А когда началось все с ООО, и я к тому моменту закончила психологическое, я, естественно, огромнейшая платформа для того, чтобы действительно людей поддержать. Доброжелательная обстановка во время встречи с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком располагала к душевному разговору. За чашкой ароматного чая Анна рассказала о своей деятельности, о том, что занимается не только материальной, но и психологической помощью, в которой особенно нуждаются семьи бойцов. Мне девочки, твои Англия, Таня, вот такая-то проблема. И я знаю, что я эту проблему решить могу по-хорошему, да, то есть позвонить там, туда-сюда. Они вот в большинстве своих случаев, они просто теряются. А я, наверное, вот в момент какого-то, я наоборот, оп, собралась, мы решили, а потом поплакали. За личный вклад в развитие волонтерского движения, неравнодушия и участие в гуманитарной миссии по поддержке российских военнослужащих и их семей Владимир Жук вручил Анне Морозовой благодарственное письмо и поздравил с наступающим праздником. Мы пожелаем вам крепкого здоровья, оптимизма, реализма. И всем нам, наверное, чтобы это побыстрее закончилось. И те наши ребята, которые на передовой, вернулись бы к нам, мы их бы реабилитировали. И они бы, как говорит президент, стали бы новой элитой. Далее парламентарий отправился в Центр социального обслуживания «Домодедовский». Владимир Жук рассказал сотрудникам учреждения о проделанной работе и планах на будущее. За прошлый год у нас 37 новых детских садов, новых школ построено. Большая часть построена и здесь. Вы, наверное, знаете, мы очень часто открываем, буквально там несколько, чуть ли не каждый месяц, либо детский сад, либо школа открывается. А и 41 детских сад, это в Московской области в целом. В этом году тоже огромное количество запланировано. Губернатор постоянно планку повышает. Во время беседы у всех желающих была возможность лично обратиться к депутату. Людмила Лозинская попросила рассмотреть вопрос об отдельном здании для клуба «Активное долголетие». Такая армия активного долголетия. Каждый приходит на свой клуб по интересам. И нас раскидали по всему городу. Это ладно, мы уже все привыкли, и наши пенсионеры, получатели услуг привыкли. Но дело в том, что сами мы, как члены коллектива, и все руководители, кто заботится об активном долголетии, нам нужно свое здание. Все обращения Владимир Жук взял на личный контроль и пообещал рассмотреть возможные решения в ближайшее время.